Слава Богу! Как пост проходит у нас? Как минало пост при нас? Кто уже пропостился? Кое вече себе постил? Да, знаю, слава Богу. Кто планирует поститься еще? Кое планировал, что ты себе постил? Ну вот у нас эта тема, так получается, востребована, потому что сейчас церковь находится в посте, в молитве. То есть тема много нужна, за что церковь-то синимировала в пост и молитва сега. Поэтому проповедь моя сегодня называется «Пост и молитва». Давайте мы откроем первое место. И перед этим коротко помолимся. Господь, мы без Тебя не можем ничего. И по сей день покрывало лежит на святой книге. И написано, что это покрывало снимается только Христом и Иисусом. Иисус Христос. Открой нам сегодня. Покажи мне сегодня. Слово Твое. Твое-то слово. Может быть что-то в переводе не так. Может быть в переводе не что-то не наред. Открывай нам наши сердца. Утварь наши сердца. Дай нам это, Господь, очень уразуметь. И дай не даразберем Тва. Приломи для нас этот хлеб. Приломи този хлеб за нас. Эту пищу. Тази храна. Чтобы она стала сладкой для нас. Сладкой на устах наших. Может быть это будет горько в наших желудках. И это не так просто будет реализовывать в наших жизнях. Поэтому дай нам еще силы Святого Духа. Которую ты уже вложил в наши сердца. Чтобы нам можно было преодолевать. Как написано. Любое искушение. Любое противостояние. Потому что написано. Тот, кто в нас. Больше того, кто в мире. И Церковь Божья скажет. Аминь. Евангелие от Матфея, 17 глава. Евангелие от Матфея, 17 глава. С 14 стиха. От 14 стих. Написано. Пище. Вот сегодня Матфей уже пришел. К нам в собрание. Матфей вечнил в нашу собрание. Вот он нам говорит. И то и казва. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек. И преклоняя пред ним колени. На болгарском языке можно читать на проекторе. На проекторе. И сказал. Господи, помилуй сына моего. Он в новолунии объяснуется. И тяжко страдает. Ибо часто бросается в огонь. Часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим. Сейчас внимательно. И они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал. Урод неверный и разращенный. Доколе буду с вами. Это Иисус Христос не говорит про своих учеников. И Он не говорит о тех, кто перед Ним. И не говорит о тех, кто перед Ним. В этом случае, теологическое мнение о том, что Иисус Христос говорит о роде неверном и разращенном, это были бесы, которые владели этим человеком. И теологи говорят, что Иисус Христос, это было извращено на бесовете. Потому что дальше Иисус говорит. За что до след этого Иисус говорит. Доколе буду терпеть вас. Иисус, Он обращается к бесам. Иисус обращается к бесовете. Говорит. Доколе буду вас терпеть. До куга ж тебе терпя. Приведите его ко мне. И запретил ему Иисус, и бес вышел из Него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики приступили к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать Его? Иисус же сказал им, по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчично-зерной, скажете Горесией, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Смотрите, это сущность поста на самом деле. Твоя сожжена на пост. Ничего не будет невозможного для нас. Так сказал Иисус Христос. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Скажи Аминь. Когда что-то для нас становится невозможным, на самом деле это момент истины. Нам надо войти в пост. И в молитву. Смирить свою плоть. Здесь написано, что ученики не могли изгнать беса. Но кто может изгонять бесов и сегодня? Вы можете мне ответить? Только Иисус. И вам надо познать Иисус Христа лично. Потому что, если вы не верите в то, что Он прямо сейчас здесь. Если вы не верите в то, что Иисус Христос когда-то умер, был убит и погребен, но Он воскрес. Но Иисус Христос. Если вы в это не верите, то вы не христиане. Значит, не сте христиане. И вам надо сказать о том, что мы не верим в это. Поэтому в нашей жизни ничего не происходит. Но если вы познакомитесь лично с Иисусом, то в вашей жизни становится абсолютно все становится возможно. Потому что Иисус реален. Еще одно место открою. Это написано в послании к римлянам. 14 глава. 17 стих. Здесь написано очень просто. Одна такая очень хорошая, короткая, яркая и четкая мысль. Я думаю, что это было сверхъестественное знание. Апостолом Павлом. Что Царствие Божие есть не пище или питье. Но праведность и мир и радость во Святом Духе. Аминь. Знаете, Царствие Божие не пища и питье. Даже пища там на небесах, она будет другого характера. И сегодня я именно об этом. Вы знаете, сущность поста. Не в том, чтобы перестать кушать. Не просто да спрежда едешь. На самом деле все намного глубже. Всичко им много подълбоко. И об этом хорошо написано у пророка Исаия, конечно. Мы чуть позже это прочитаем. В 58 главе. Я просто так коротко скажу, что там написано, что вот пост, который избрал Господь. Пище там накратко, что вы кажете, это пост, который избрал Господь. И там подробно, подробно, подробно описывается. Что это за пост. Каков это же пост. И там ничего не написано о том, что надо отказаться от пищи. И там няма дума, да си откажешь от храна. Абсолютно правильно. Но на истинное правило. Что, конечно же, пост это отказ от еды. Че пост твай, да си откажешь от храна. От каких-то сладких напитков приятных. Это только вода остается в основном. В некоторых случаях мы от воды отказываемся. В какой книге, как вы думаете, ответьте мне сегодня немножко экзамен, такой неожиданный. В какая книга? Описан трехдневный пост без еды и без воды. Тридневный пост без храна и без вода. В какая книга от Библии это? Это еще какая книга? Это книга из Фирии. Да, в которой Мардахей получает откровение, потом книга Эстер просит. И Бог дает такое повеление. И Бог давал повеление. Так как Израиль находился на грани истребления, то весь Израиль объявил пост, когда ни один еврей не пил. Я правильно говорю, Сергей? А, Ионы. Ну, там я не помню, что прям такой был сухой пост. Там просто отказались от пищи. В книге Эстер, да, по-болгарски так звучит, я думаю, что по-еврейски тоже как-то так, Эстер. Там написано, что не пили и не ели. Там пищи, что не саяли, не сапили. Все евреи. Всички евреи. Мужского и женского пола. И мужа и жени. Дети. Не пили, не ели. Не сапили и не саяли. И животные. И животные. Вы можете себе себе такое представить? Что все животные там, просто никто. Никой. Потому что Израиль находился на грани уничтожения. Но вы знаете, мы сейчас живем в такое время. И сега живем по това время. Что Палестина объявила святой джихад против Израиля. И Палестина объявила свят джихад срещу Израил. И обещала, что каждый еврей будет по всей земле уничтожен. Что всякий еврей будет уничтожен по целой джихад. Мы живем в 21 веке. И сегодня объявляет такой святой джихад. А то, что Израиль нужно стереть земли. Этой страны не должно быть вообще на карте. Вы знаете, я еще раз повторю эту мысль. Чем религия, мертвая религия. Радикальная религия. Отличается от живой веры. Она отличается тем, что религиозник всегда готов за свою веру. Что делать? Он готов убивать. Идти и убивать. Что такое святой джихад? Какой свят джихад? Это идти и убивать. Где увидишь еврея, убей его. Зарежь всем, что попадется под руку. Бей его, чем только можно, всем твердым. Пока не убьешь. Живая вера отличается тем, что истинно верующий человек за свою веру даже готов и умереть. Отдать свою душу. И смотрите, чем миссионеры отличаются с Востока и с Запада. Да, их тоже можно называть миссионерами, конечно, в кавычках. Которые идут и заполняют именно целенаправленно христианские страны. Сегодня я включаю, там, например, где-то новости в Лондоне или в Париже. И там намаз. И вся территория вот так, просто вот так, в черное, черное, черное совершается намаз. Это Лондон сегодня. Включая события в Париже. Намаз. Вся площадь черная, все вот так, в поклонении. Мы идем убивать. Миссионеры с Запада идут на Восток. В том числе и наша головная миссия отправляет миссионеров сегодня в Иран, в Иран, в Сирию, в Тегеран. И наши миссионеры что? Они не идут убивать. Они готовы даже они готовы даже умереть. Да, умрот. За веру в Иисуса Христа. И реально умирают. И реально погибают. И о чем я сегодня? Из-за кого говорят, Нес? Давайте. На чем мы стороне? Вот лично я готов за веру в Иисуса Христа даже и умереть. Лично я сам готов да умрают за веру в Иисус Христос. И конечно же я против того, чтобы идти убивать. Я сам против Твоя да утидешь и да убиваешь. Вот мы сейчас прочитали, что Царство Небесное это не пище и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот когда-то очень известный диетолог Един известный диетолог Шелдон Его фамилия Това е неговата фамилия. Он сказал одну уникальну фразу. Той е казал един уникален израз. Человек по своей сущности е то, Человекът по своята сущност е това, Что он ест. Което се храни. Очень звучит так интересно. Звучи интересно. Как? По своей сущности е то, что е ем. И он дает такой пример о том, что если человек ест разваленную пищу, там разваленный рис, вот такой весь такой в сахаре, в крахмале, там в масле. Постепенно я стану такой разваленный. Весь такой рыхлый. Вот. Если я ем, наоборот, твердую пищу, вот мы, например, с Наташей согласились о том, что мы давно уже очень не едим хлебомычных изделий, белый хлеб. Если едим, то только такой полнозернист называется. Аху едем только полнозернист. С лимитс. Твердый такой хлеб. Твердый хлеб. С зернышками. С зерна. Потому что мы понимаем о том, что если мы будем питаться только твердой пищей, мы будем твердыми. Япония, Корея, Китай. Япония, Корея, Китай. У них вместо хлеба недоваренный рис. У корейцев это называется паби. Паби – это мое любимое блюдо. А это просто недоваренный рис. Поэтому эта нация, они такие, как резиновые. То есть мы, как мячики, скачем. Потому что мы в основном питаемся рисом. Одна японка как-то встала и сказала так, что вот я открыл описание Новый Завет. Для японцев это большой прогресс. Японцы закрыты для Евангелия. Сейчас начали открываться церкви. Наша миссия зашла в Японию. Отправили туда первых миссионеров. И вот японка говорит, я читаю Евангелие. Интересно, говорит, Иисус Христос пишет, говорит. Я есть хлеб, сошедший с небес. Но если бы, вот я так думаю, что если бы он родился в Японии, то он бы наверняка сказал, есть рис, который сошел с небес. Потому что для нас, японцев, это непонятно. Мы хлеб не едим. А рис мы едим всегда. Ну, поэтому для японцев нужен другой перевод немножко. Рис, сходящий с неба, да. Я ес истинный рис. Но сущность вот этой поговорки, она довольно точная. Потому что чему мы учимся в церкви? Мы учимся есть Слово Божие. Которое для нас есть, Слово Божие есть для нас что? Хлеб. И Иисус Христос говорит, я ес истинная пища. И Иисус Христос рассказывается, мы истинская храна. И истинное питье. И истинское питье. Моя плоть есть истинная пища. Моя плоть есть истинная храна. Моя кровь есть истинная питье. И мы приходим в церковь. Для чего мы приходим? За что? За какую двумя церковь? Мы слушаем Слово Божие. Мы читаем Слово Божие. Мы молимся. Мы прославляем. Прославим. Пьем Духа Святого. Пьем Святой Дух. Пьем эту благодать. И нам как-то становится хорошо. Мы учимся здесь кушать, питаться. И только Слово Божие. И получается так же. Что чем больше я питаюсь Словом Божиим, чем больше я пью Святого Духа, чем больше я становлюсь, отождествляюсь. Толкова повече ставам подобен с Иисусом Христом. Да. Становлюсь с Ним одним, единым целым. Становлюсь с Ним одним. И ставам одно с Него. Можете ли да се согласите с Мен? Главное, что Иисус этого тоже хочет. И най-важно то, что Иисус искал что-то. Он открыт для этого. Он говорил, что «Как я в Отце, так и Отец во мне, и вы в нас, и что будем едины». Аминь. И я расскажу вот свое переживание сегодня. Что ты расскажешь свое переживание днес. Коротко. Самую суть. Я был много раз в однодневных постах, в трехдневных, пятидневных постах. В однодневных, тридневных, седемдневных постах. Три раза был в десятидневных постах. Два раза был три недели в посту. Два пяти бях три седми целых пост. Когда только вода. Без еды. Без храна. И один раз я был в сорокадневных постах. Я думаю, что этого даже было достаточно, чтобы самое главное я пережил. И твое и было достаточно, чтобы приживание на главную то. Что? Какво? Во время сорокадневного поста. Во время на четыреседневных пост. Я не ел. Не ел. Пил только водичку. Пих саму вода. Я помню, что я садился за стол всегда. Помню, че виноги сядах на масса. Уже был такой опыт. Ведь чим их таков опыт? Друзья пришли. Приятели садушли. Братья и сестры из церкви. Братья и сестры из церкви. Наш дом всегда был открыт. Наш дом виноги был открыт за хором. В Казахстане. В Казахстане. У нас так принято. Такая приятность при нас. А, ну, пойдем к пастору, на чаек зайдем. А чаек – это значит полный стол. А чай – это означает полный на массу. Это дастархан. Казахское слово такое. Это когда дастархан означает, что все есть на столе. Это означало, что твоя дума в Казахстане означает, что всичку има на массу. Это называется зайти на чаек. Ну, и все садятся, такие уже в предвкушении. И я сижу за столом. И я все, что сидя на массу. А говорят, пастор, вы же в посте. И доказывают пастору, налейте его в пост. Да, в посте. А сказали, да. Он говорит, вы же кушать не можете. Налейте не можете, да едете. Я говорю, ну что мне мешает сидеть просто за столом. Ну, как вам я поречу, просто сидя, договорят с вас. Я хочу с вами посидеть, пообщаться вместе, помолиться. И вот так происходило, вот моя супруга свидетель. Очень часто пришли друзья, мы сели за стол. Много часто съедовали приятели. Все кушали. Сдях мы на массу, всички едут. Помолились. Потом общение началось. И вы знаете, в один момент я просто пережил какую-то благодать на благодать. Задавались какие-то вопросы. Все кушают. Всички едут. Я отвечаю на эти вопросы. И в этот момент, вы знаете, мне такое чувство было, что я как будто бы чем-то насыщаюсь. У меня какая-то улыбка появляется сверхъестественная. Какое-то присутствие сильное. И я понимаю, что сейчас здесь Иисус. И я получаю от этого очень много благодати. Я свободно рассказываю, делюсь. Запахи на меня не действуют, не влияют. Мне приятно это нюхать. Ничего не раздражает. И вот когда-то я просто вот это пережил. Я спреживаю в тебя. Что моя пища. Чему это храна. А это слова Иисуса Христа. Тва задумительная Иисуса Христа. Есть творить волю пославшего меня. Твое дотворю воля-то на то, сякой ты меня избратишь. То есть, когда я что-то делаю для Бога на земле. Автоматически я насыщаюсь Святым Духом. Автоматично насыщаюсь Святым Духом. Это верная поговорка. Ты что, питаешься Святым Духом? Твой истинский израз, чеха сохранишься Святым Духом. И вот я бы каждому из вас желал пережить это. Потому что это лучшая пища. Вы знаете, там на небесах мы не будем питаться хлебом. Или мясом. Или какими-то напитками. Эта пища будет другого характера. Мы будем просто быть исполнителем Божьей воли. А Бог нас параллельно будет насыщать и питать нас. Слава нашему Богу. Следующее место. Оно написано в первом послании апостола Иоанна. Первого Иоаннового послания. Четвертая глава. Четвертая глава. Четвертого стиха. Вот четвертый стих. И смотрите, как апостол Иоанн, я его называю апостолом любви. Апостол Иоанн. Азгудна речем апостола на любовь. Что он говорит? Как воказаватой. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира. Ну, все мирские. Потом и говорят по-мирски. И мир слушает их. А мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. И в том любовь, что не мы возлюбили Бога. Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас. Вот в это поверьте. Если мы любим друг друга, то Бог в нас. Он уже в нас. И пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем? И Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствовали, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в Том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь для того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире Сем. И как написано, как мы поступаем? Как поступлены. Мы поступаем, как Он. Как Иисус Христос. Бог нас побуждает к тому. Совершенно сверхъестественно. Вдруг полюбить своего врага. Вдруг оказать благотворительность тому, кто тебя преследует всячески. Молиться за того, кто тебя старается обидеть. И возлюбить даже врага своего. Что нам кажется совершенно невозможным. Но я повторюсь о том, что когда нам невозможно, для Бога все возможно. Слава нашему Богу. Слава на нашему Богу. И вот здесь вот тоже повторяется тот факт, что тот, кто в нас, что тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. И он уже победил мир. Той е победил света. И если мы в нем находимся, то и мы победим. И смотрите, как я бы так сказал, что легче поститься. Аз бих казал, что така полезно да се постишь. Вот сегодня кто-то только учится. Може би някои днес само се учат да се постят. Держать пост. Пост был всегда. Пост винаги е существовал. Пост описан в Ветхом Завете. В Стария Завет. В Новом Завете. Бы в Новом Завете. Кто постился сорок дней? Коль сей постил 400 дней? Кто-нибудь знает? Ну, в Ветхом Завете. В Стария Завет. Моисей, когда Бог давал ему закон, написано, что Он ничего не ел и ничего не пил. Моисей не пил и не ел 400 дней. Это невероятно, конечно. Это невероятно. Кто еще? Еще более невероятно. Сорок дней ничего не ел и не пил. Пророк Илья. И всем при этом, этот человек в это время, 40 дней он бежал. Вы можете себе представить, 40 дней вы бежите. Практически без остановки. Ночью вы можете так упасть на песок, потому что это была пустыня. И ночью холодно. А днем большая жара. Ночью упали, заснули. От холода проснулись. Едва начало светать. Встали и побежали дальше. И так 40 дней без остановки. Это был пророк Илья. По Новому Завету, это, конечно же, Иисус Христос. Написано, 40 дней он ничего не ел. И 40 ночей. И на 40-й день взял кул. Можете себе представить, что Иисус Христос взалкал, то есть захотел есть сильно, только на 40-й день. И я могу засвидетельствовать. И я считаю, что это абсолютно истина, конечно же. Потому что, когда я был в 40-дневном посте, и у меня уже был опыт за спиной. 10-дневные, 20-дневные, 1-дневные посты. И последний пост, когда я постился 21 день, он мне дался уже очень легко. То есть я работал активно. Занимался врачебной деятельностью. Бях, нали, лекар. И тогда тоже делал массажи периодически, довольно глубоки массажи. То есть физически нагрузки довольно более серьезные. Физически доста бях натоварен. Консультировал людей. Консультирах хората. Работах в клиники. Работях в клиниката. И служил в церкви. И служих в церквата. И еще двое маленьких детей. И еще работа в реанимации. И по ночам не спишь. Днем тоже в институте, и потом надо ехать в церковь на Кирзавод. И у меня не было потребности пищи. Я захотел кушать только на 22-й день. То есть у меня появилось желание. До этого у меня как будто... Ну все, ЖКТ отключилось. С томашной червенной трактой был исключен. Да, как я рассказывал, порез кишечника. Начался порез на червате. Започнула порез на червате. И сила высвободилась на что-то более полезное. И я начал очень активную деятельность. Очень ясная, свежая голова. И очень много силы. Свалился я где-то после месяца поста. У меня вдруг как-то вот так. Но силы закончились. Я понял, что я человек все-таки. И уже побольше дома находился. Взял на работе в отпуск. И в основном дома я так спокойно или сидел, или лежал. И больше пил. И повече пих вода. Ну вот я скажу, как легче паститься. Я обычно так говорю, что это звучит немножко парадоксально. Чтобы больше и лучше и легче паститься. А за да ти бъде полезно да се пастись. Надо больше кушать. Треба повече да едешь. В принципе, надо кушать постоянно. Постоянно да едешь. Но как вы уже поняли, надо правильно питаться. И чем питаться. Но как то разбрахте, трябва да сохраните правилно. Питаться Божьим словом. Да сохраните с Божьим словом. Постоянно дочетайте Божье то слово в Библии. Молиться. Наслаждаться общением. Со Святым Духом. В тайной комнате. Общением с братьями и сестрами. Общением с близкими людьми, с семьей. И это реально насыщает. Есть такой метод вытеснения. И с ласкованием. И с ласкованием точно так. Я работал в наркологии. Сейчас перед вами стоит бывший наркоман. То есть у меня раньше была наркотическая зависимость. Наркоман. При димах такого зависимость. Опиатная зависимость. На опиум. То есть я был на опиуме. Да. При приемах опиум. Я знаю, что такое трава, что такое марихуана. Я знаю, какое трава и марихуана. Барбитураты. Что значит сделать крокодила. Там какая-то смесь идет. Где очень много намешано. Мог себе делать внутривенные уколы. Раньше у меня, как у бывшего дюдаиста. Я был в национальном сборном Казахстане. У меня была здесь вот такая вена. Сегодня вы здесь можете увидеть пустое место. Вены нет. Ни направо, ни на лево руке. Ни на лево, ни на десна рука. Почему ее нет? Почему их нет? За что ги няма? Потому что я их когда-то проколол. За что-то некогда съм правил инжекции. Я тогда еще не верил ни в Бога, ни в черта. И на первых этапах моего уверования тоже были испытания. И на первых этапах, когато повервах, също имах испытания. Потому что у меня был доступ к морфину и к промедолу и к амнопону. Имах доступ к морфи. Амнопон? Ну, неважно. Наркотичные анальгетики. Имах доступ к наркотичным веществам. Имах доступ к ним. Я соблазнился. И я се соблазнил. Ну, кто из нас не соблазняется? Коя от нас не се соблазняла в някога? Важно не в том, чтобы как-то суметь противостоять. Важно и не да умеешь да се противопоставиш. Не всегда мы абсолютно идеальны в защите. Не винаги сме идеальны в защите. Дьявол, он ни днем, ни ночью не спит. Он бодр. Дьявол, той винаги бодр. Той не спит. Ища кого бы поглотить. И той тарси, кого да пугал не. И вот просто было такое падение. Но Бог меня нашел. И я нашел Бога. Я начал использовать 12-шаговую программу. Сперва на себе. И там я столкнулся с методом вытеснения. Что такое метод этот? Какого представляла този метод? Этот метод описан в Писании. Тот, кто во мне, он сильнее того, кто в этом мире. Бог сильнее наркотиков. Вы можете с этим согласиться? Это было 30 лет тому назад. Сейчас мне 58. Столкновение было ровно 30 лет тому назад. Когда Бог меня освободил от наркотической зависимости. И после этого я стал одним из лучших наркологов в нашем городе. Который когда-то был миллионным городом. Метод вытеснения он такой. Метод на истоласкивание и таков. Приходит ко мне наркоман. И говорит, доктор. Я не могу с этим ничего поделать. Ничто не мог да направя. Эти думки. Эти мысли. Эти постоянные вот какие-то вот такие вот. В голову лезут какие-то страшные. Страшные мысли. Идеи. О том, что кого грабануть. Кого там. Порезать. Кого побить. Кого ограбить. Кого до убия. Где найти? Где найти? Сейчас мне надо. У меня сейчас кумар. Как мне освободиться от этого? Мы в Петровке очень много работали. Много работали мы в Петровке. Где у нас был центр реабилитации. Сотни наркозависимых. Прошли через этот наркоцентр. Я хочу сказать, что очень много наркозависимых получили полное освобождение. Очень много бывших криминальных авторитетов. Которые подсели на иглу. Получили освобождение. И стали кем? И стали пасторами. И кто-то тогда хорошо выразился. Говорит, самый лучший пастора – это бывший наркоман. В моем случае тоже получается, что так. Ну, я извиняюсь, что так получилось, но я с этим ничего не могу поделать. Но я хочу сказать, что это очень хороший опыт. Това е много добры опыта. Чтобы сегодня помогать другим. За да помагам днес на другите хора. Которые сегодня считают себя конченными. Които днес смеят себе си като изгубени. И говорят, все, мне конец. И те казват, край за меня. От меня все отказались. Всички са отказали от меня. И я говорю, ну тогда ты пришел к моменту истины. И тогава казвам на тях, че тогава си дошел к моменту на истината. Которые от тебя никогда не откажутся. Скажи аминь. Это Иисус Христос. И Он свою любовь к тебе уже доказал. Не открывая послание. Где написано, что Бог свою любовь доказал тем, что Иисус Христос умер за нас. Когда мы еще были грешниками. Праведны за неправедных. Святой умер за нечестивых. Смотри, это про тебя написано. Это про меня написано. Иисус умер за нас. Он нас любит. Он за нас создал свою жизнь. Той е жертва. Живота си за нас. Давай помолимся. Нека да се помолим. Давай молиться. Кто-то соглашался, кто-то отказался. Няко се согласявал, няко се отказывал. Но те, кои са согласявали, Многие из них получили вот это, знаете, Ну, просто это важно, чтобы человек пережил. И многото у тях са получили, Много важно да преживее това. Это то, чего объяснить невозможно. Това нечто, което не может да се объясни. Иисус приходит там, где двое или трое. Иисус идва там, где-то са двама или трьма. Собраны во имя Его. Са собране в Неговото имя. И в этот момент вот только что наркоман. И в тот момент, это только что я был наркоман. Он вдруг переживает прикосновения. И вдруг в его глазах Какое-то инсайд, вы знаете, озарение. Говорит, что это? И той казва, как вот у вас. Говорит, меня только что куман. Меня ломало, у меня позвоночник. Говорит, вот такое чувство, что переломит сейчас. И мог чувствовать, что им счуплено в свое гробночное стоп. Что вы со мной сделали? Я говорю, а что я с тобой сделал? Я к тебе не прикасался. Уколы тебе не делал. Ничем тебе не колол. Мы просто помолились. И здесь сейчас Иисус. Он просто прикоснулся к тебе. Вы знаете, есть такой феномен. Его ученые вычислили. Ученые его открыли. Есть так называемая гипоталама, гипофизарная система. Это генералиссимус нашей всей деятельности, всех внутренних висцеральных органов. И вот этот маленький орган, который у нас находится между полушариями. И то же малый орган, который с намира между полуколуба в нашей мозге. Гипофиз. Гипофиз. Он периодически продуцирует. И периодично то же орган произвежда. Такой гормон. Идин хормон. Который называется эндорфин. Който заказывает эндорфин. Ученые называют. Я тоже сегодня ученый. Сегодня я профессор по церебральному заболеванию. Мы ученые его называем гормоном счастья. И ученые доказали, что. Вот этот эндорфин выделяется у тех людей. Тоже эндорфин се уделя при тези хора. Которые много молятся. Вам это о чем-то говорит? Говорили за нечто. Я хочу сказать о том, что Бог нас так устроил. Бог так а не направил. Бог приходит, когда я молюсь Ему. И в слиянии с Ним. Как написано. Бог дал нам все потребное. Для жизни. И для чего еще? Для наслаждения. То есть Он нас наслаждает. Его Слово сладко для нас. Давид восклицает. Как юноша уберечь путь свой? И сам же отвечает. По Слову Твоему. Ну живи по Слову Божьему. Читай Божье Слово. Рано или поздно посепенно оно выведет. Слово Божье выведет тебя на прямые пути. Что такое прямые пути? Самый прямой путь. Когда ты можешь напрямую общаться с Богом. Напрямую входить во святая святых. Так написано. Я ничего не придумал. Тебе не нужен здесь на земле какой-либо земной посредник. Ты не будешь общаться через пастора. Или через брата. Или через сестру. Конкретно во Христе Иисусе. Ты входишь напрямую во святая святых к Богу. И это Бог так захотел. И это Бог так сделал уже. Он разорвал завесу сверху донизу. Вы помните, да? И сегодня мы можем свободно входить к Нему. Но через что-то надо пройти. Нужно пройти через путь самоотречения. А какой самый быстрый путь? Я хочу сказать, это пост. Пост это твое личное смирение. Пост твоя личное смирение. Личное смирение сокрушение перед Богом. Самый быстрый процесс победы. Духа над плоти. Потому что, вы знаете, когда человек говорит, я слушаю о том, что... Ой, пастори, это что, я от еды должен отказаться? Я думал, пост это просто отказаться, в телевизор не смотреть. Или какое-то время с телефоном расстаться. Или мясо не кушать. Вот, я буду только сок пить. И салатиками питаться, как вот... И салата. Даниил. Учит. Я говорю о том, что церковный пост, вот сейчас, который объявлен, это полностью от еды придется отказаться. Потому что... Это минимальное требование, в принципе. Я открою последнее место и буду заканчивать уже. И это место написано именно у пророка Исаия, 58 главе. Смотрите, что такое истинный пост. 58 глава с 3 стиха. Почему мы постимся, а ты не видишь? Это люди, народ обращается. Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и расприи, и для того, чтобы дерзко рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под тебя рубящие пепел, сокрушение. Это ли назовешь постом в день, угодным Богу? Вот пост, который я избрал. Разреши окову неправды. Смотрите, что такое пост. Развяжи узы ерма. Угнетенных отпусти на свободу. И расторни всякое ермо. Разделись голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твое не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя падет пред тобой. И слава Господне будет сопровождать тебя. Смотрите, что такое пост. Что? Я просто прочитаю. Да. Прочитище и пепел. Това ли ще наречеш пост и ден, угоден на Господа? Не това ли е постът, който аз съм избрал, да развързваш несправедливите окови, да расслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да възвеждаш дома си сирома си без покрив? Когато видиш голя, да го обличаш и да се не криеш от своите еднокривни. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората, и здравето ти скоро ще процифне правдата ти и ще върви пред тебе. И славата Господна ще ти бъде задна стража. До тук. То и что такое пост? Какво е пост? Пост, когато ми свергаем с себя всякая ига. Когато махаме всяко ермо. Понимаете, что такое ермо? Все то, что на вас влияет негативно. Я думаю, что если я скажу, что все плотское, все то, что через то дьявол воздействует на вашу плоть, через плоть, на ваш дух, Вы знаете, очень хороший пример. Много добрый пример. Это фильм «Матрица», который в Палестине, в арабских странах, считают, что это мессианская картина, мессианский фильм, потому что там заложена идея спасителя. Я уже когда-то об этом говорил. Но сейчас мысль другая. Там даже есть имена, как «Нео», это в переводе «Новый», или «Тринити», что в переводе «Троица» или «Святой Дух». И вот там берут в плен, агенты взяли в плен Морфеуса. Ну, это главное в сопротивлении. И вы видите, он сидит на креслах, в наручниках, и у него вся голова в таких индикаторах. И агент говорит, еще немного, он, конечно, посопротивляется, но мы его сломаем. И какова идея на братья Врачовски? Идея така, что это эсхатологический фильм, это эсхатология, фильм на последнее время, когда уже вся Земля лежит возле, и человеческие души уже находятся в системе, которая есть в матрице, но есть часть сопротивления, которая не поклонилась зверю, и они живут по другим принципам совершенно. И вот они вытаскивают из системы НЕО, и что значит взломать? Они ищут у Морфеуса слабое место. Где он соблазниться? Где у него слабое звено? Где искушение? Где его можно искусить? Они воздействуют на его мозг, и проверяют реакцию. Показывают разные картинки, и смотрят, на что он отреагирует. И то место, где он соблазнится, вызовет у него зависимость. И с ним можно будет сделать все, что они захотят. И что могут направить снегу, как в фото, поискать. Но непосредственно у Вачовских, там есть другая мысль, и такая идея, о том, что у Морфеуса взломать невозможно. Потому что его мозг очищен. Там что-то заложено. Очень мощнейшая защита. И вот я вот сегодня про это. Вы знаете, нас сегодня всех на Земле уже давно сканируют. и находят слабые места. Если вы заметили о том, что вы говорите по телефону, смотрите в iPad, в компьютер, и уже в этот же день реклама выдает вам именно то, что вы сказали, о чем вы подумали. Знаете, система НЛП. Наверное, вы слышали про это. По глазам можно определить, о чем человек думает. Лжет ли он, или говорит правду. Я когда-то был знаком с этой системой. Но я с ней познакомился именно для того, чтобы самому иметь защиту против НЛП. Потому что тогда, когда я ее изучал в 90-е годы, эту систему внедрили в центральное телевидение. для того, чтобы влиять на людей. И заставлять их покупать то, что они хотят. И смотреть только то, что они хотят. Поэтому сегодня я телевизор не смотрю. Новости не смотрю. Политику не смотрю вообще. Почему? Потому что политика – это самая грязнейшая пропаганда, которая не гнушается ничем абсолютно. И она просто поглощает. И сегодня борьба идет за твою душу. Как найти подход. Как донамерят начин. И как внедрить ее постепенно в систему поклонения зверя. Вы знаете, в книге «Откровение» написано, что придет время, когда вы сядете антихрист в храме, в третьем храме. И те, кто поклонится зверю, примут знак на чело, на лоб. лобную часть головного мозга. Там, где находится гипофиз. И на правую руку. И все. И эти люди, которые приняли это число, они уже из этой системы. Никогда не выйдут. Никакого покаяния. Никогда. Потому что их мозг, их центральная нервная система, она уже будет полностью принадлежать дьяволу. Который будет работать через систему. Но кто в эту систему войдет? Те, которые согласятся. Те, которые сегодня уже соблазнились. Все равно буду смотреть. Все равно мне это нравится. Что там в церкви, в книжку читают какую-то. Я что-нибудь поинтереснее. Поярче. Полистаю. И идет вот такое внедрение. И мы живем в такое время сейчас. Живем по твое время днес. Знаете, я помню так вот на вскидку, например, если приводить пример, первое послание к Тимофею. Апостол Павел вдруг неожиданно пишет. Апостол Павел неочеквально пише. Он пишет это молодому юноше Тимофею. Пише на молодому юноше Тимофею. Который был уже рукоположен на епископа. И он говорит про одну женщину. И он говорит, что сластолюбивая. Она заживо умерла. Мне непонятно. Мне было непонятно поначалу. Как так вот, что женщина там любит сладкое. Ну, я вот подумал, что конфету полюбила. И все, оно мертвое уже. Вот, но она с Оксаной тоже любит сладкое. И Оксана обича сладкое нечто. Живая, здоровая, бодренькая, красивая. Там другое имеется в виду. Там все има предвид другого. Когда вот так вчитываешься вот в эту пятую главу, первое послание Тимофея, там описывает вдов. Там се описывают вдовиците. Вдовиц принимай. Каких вдовиц? Правильных вдовиц. Что такое правильная вдовица? Правильная вдовица, она должна быть старше 60 лет. Которая была только женой от только одного мужа. У которой были дети. И она вот святых принимала. И вот омывала им ноги. И вот то-то воздерживалось, то-то воздерживалось. А вот та вдовица, которая потом захотела выйти замуж. И вот детей своих не учила любить семейство. И просто полюбила вот это, знаете, сладколюбивое, сладколюбивое, можно перевести как любовь к комфорту. Я люблю комфорт. Мне хорошо в моем доме. У меня тепло. Я ночью сплю на кровати. Недей на полу. Я ем вкусную пищу. Мне все это нравится. Когда хочу, посмотрю сериал. Хороший крутой фильм. И я от этого не откажусь никогда. Понимаете? И ты уже в системе. В том плане, что ты уже все. То есть для Бога ты уже мертвый человек. Потому что ради этого ты готов душу продать дьяволу. В том плане, что ты готов продать душу. Но от этого я не откажусь никогда. И все. Тебя уважаем. И вот для чего пост? Так пост вот именно для этого и нужен. В том плане, что во время поста апостол Павел рекомендует даже мужья и жены во время поста отдаляйтесь друг от друга. Воздерживайтесь. Мы во время поста не только воздерживаемся от пищи. Не само от храна мы воздерживаемся от интернета. По крайней мере вот в тот день, который мы назначили. Вот сейчас идет марафон такой. Молитвенный. И вот каждый день кто-то постится. По два. По одному. По три человека. И вот в этот день откажитесь от интернета. От телевидения. Но не просто так откажитесь. А просто усиленно читайте слово Божье. Научитесь наслаждаться Господом. И вот, вы знаете, вот это надо пережить. Когда это вот происходит со мной, об этом можно сказать о том, что Иисус Христос говорит, блаженны вы. Иисус Христос сказал, блаженны стеви. Когда Господь меня наполняет, мне в принципе на этой земле вообще ничего не надо. Ни еда, ни интернет, ни телевидение. Мне хорошо с Иисусом. Пусть вот это станет в оглу угла. Кто нам может сегодня? Кто-то, вот, я так скажу, что это мне с Одессы подсказал пастор, говорит, не обращайте на них внимания. Это все псевдоинтеллигенция. Кто-то пришел проник в нашу церковь. Сейчас уже, слава Богу, что уже уже не с нами. Но были определенные провокации. И просто такое, что вот такое, что все свести к нулю. И самый главный термин, который звучал, не доходите до фанатизма. С этим, с Иисусом Христом, ну что, ну где он? Кто его видел вообще? Ну где он? Ну может он где-то там далеко на небесах, ему до нас дела вообще нету. Никакого. Кто так может вообще говорить? Да, так говоря, сатана говорит вот так. Сатана может доказывать. И просто вот, давайте будем практиковать другое. О том, что мы живем в последнее время. И вот, не доходить до фанатизма, надо в это время. Я хочу сказать, что в это последнее время как раз таки и нужно доходить до фанатизма. Я хочу сказать, я первый фанатик в нашей церкви, я фанатик Иисуса Христа. Скажи, я фанатик Иисуса Христа. Потому что мы живем в последнее время. Потому что сейчас вот немножко отдались от Иисуса, и тебя может так снести, что больше ты его никогда не найдешь. Ищите его, когда его можно найти. Когда он близок. Потому что завтра уже будет невозможно. за что-то утро может и невозможно. Система засосет вот как воронка. И конец. И оттуда выхода уже нет. Понимаете, как это серьезно? И вот для чего пост. Пост — это не просто воздержание от пищи. Воздержание от всего того, что меня сегодня это соблазняет. Меня это сегодня ослабляет. И нет сегодня никакого осуждения тем, написано, которые живут не по плоти, а по духу. Нет никакого осуждения о том, что мы водимся Духом Святым. Господь нас наполняет. Нам хорошо с Иисусом. Мне даже с Иисусом кушать не хочется. Покушал Иисуса на завтрак, пообедал Иисусом, ну и поужинаю с Ним вместе. И ложишься спать насыщенным. И Бог тебя вразумляет и даже во время сна. Я сейчас не сказки говорю, это реальная жизнь. Это христианская жизнь, я верю. Потому что мы живем в последнее время, и кто-то нас очень ненавидит с одной стороны, и это дьявол. И он сегодня расставил очень много ловушек. А кто-то нас очень сильно любит. И он нам и сегодня предлагает руку спасения. Прямой путь восхитает святых. Не соблазняйте этим веком. И скажи, тот, кто во мне. Ты веришь, что Иисус в себе существует? Он во мне. Он сильнее того, кто в этом мире. Меня эта система не сломает. Потому что Иисус очистил мой мозг. Он у меня вложил очень твердый стержень. Он вложил много в безопасность. Котва. Слава на Бога. Давайте мы склоним наши сердца. И некогда се помолим. Попробуем еще силы, потому что пост продолжается. И сегодня именно поэтому проповедь такая опостя и молитвы. И поэтому это не только тема о посте, но и о молитве. Иисус Христос учит нас. Иисус Христос не учит. Это в Евангелии от Матфея. И это в Нагорной проповеди. В Планинской проповеди. Он говорит, когда вы поститесь, не одевайте вот такие скучные, тусклые лица, такие страдающие, что мы там так страдаем во время поста. Во время поста наложи лучшую косметику. Самое драгоценное такое масло там. Шанель. Духи. Просто, чтобы это была невероятно красива, неотразима. Но еще больше внутренняя, еще более красива внутренняя улыбка. Радость. Потому что во время поста именно это и должно происходить. Слияние с Иисусом. Радость от Иисуса. Вот пост, который избрал Господь. Мы развязываем всякие узы и рма. Все то, что меня вело к плоти, я отказываюсь, отрекаюсь. И все то, что меня ведет в Духе Святом, я это выбираю сегодня. Я сегодня Божье чадо. Я не принял Духа рабства. Не принял Духа страха. Я принял Духа усыновления. Которым сегодня вызываю Ава очи. Мой небесный Отец. Только в тебе есть смысл. Только в тебе есть смысл. Само в тебе есть смысл. Потому что ты вечный Бог. И у тебя нет ни начала и нет конца. И только в тебе есть мой смысл. Само в тебе есть мой смысл. Потому что в тебе я бесконечен. И мне не будет конца. Потому что ты мне уже подарил во Христе Иисусе вечную жизнь. Вечную радость. Вечное счастье. И вечный твой совершенный мир. Мы молились на этом месте молитвы согласия вместе с тобой Иисус Христос. Единородный Божий Сын. Нашему Небесному Отцу. Все наши нужды прямо сейчас. Все наши бремена все наши проблемы они уже пали к твоим ногам и разрешились. И наша цель достигнута. И самая главная цель наша. это пребывать во святая святых. И быть одним единым целым. С Небесным Отцом во имя нашего Господа Иисуса Христа во имя Отца и Сына и Святого Духа. И Божий народ скажет Аминь. Будьте благословены. Слава Богу. У нас коротенькое свидетельство. Присаживайтесь по поводу поставки.